Росков встретил великолепной погодой, плюс 26 градусов, город сразу чувствуется, что большой. Я, видимо, давно не ездил на железной дороге, электричка это очень удобно, хорошие чистые вагоны. Я вышел из ЖД вокзала, сразу же меня встретил трамвай низкопольный. И подошел я к своему, так скажем, отеле, это на самом деле апартаменты, в таком доме на третьем этаже. Так, ну что? Что себе представляет номер за 900 рублей? Выходные 941 рубль, в будни 870 рублей. Это самый верх, это крыша. Две кровати, телевизор, новинка даже есть. Чайник, плитка. Такой вот туалет. Интересно сделанный. Перекрытие. Вытяжка. За какие-то деньги. В некоторых местах хостел столько стоит. Вот здесь. Кошки внизу. В Ростове я расскажу на футбол. Сегодня играет Ростов-Терек. Мое жилье около дома правительства, правительства Ростовской области. Хочу отметить, что в Ростове есть подземные переходы. Не очень это удобно. Набережная Ростова-Надоно. Одна из главных достопримечательностей этого города, да и вообще всей области. Хочу выйти на набережную Лев-Бердона и пройти к стадиону. Вот по этим лестникам по любому кучу народу ходят после матча или на матч. Как вообще это? Нормально спроектировали какие-то развлечения? Туалет и самое главное развлечение. Такую штуку я вижу впервые. Прикольная. Вполне уже стандартное явление, да? Тренажеры. Уже везде они есть. На них всегда куча народу. Напомню про масочный режим. Жесткий масочный режим в Ростовской области. Строили все это дело к чемпионату мира. Вроде бы не так давно. Но, честно, она набережная сильно отстает от того, что могло бы быть. Пошел на стадион. Переходов нет. Парк со стадионом связан очень тяжело. Переходы есть. Но их так немного. Они такие точечные. Подошел. Оказалось, что мне надо с другой стороны заходить. Сейчас шурую обратно. Обязательно надевать маски, перчатки. Все доставать. Если уж что-то так сложно с пандемией, то может вообще зрителей не стоит отпускать. Там интересно, я купил воды. Крышку забрали. Цель для безопасности. В ростове еще хуже, чем для Петербурга. Никаких указателей. Ничего. Такая вот пустота. Пуалеты есть на этаже. Пуалеты. 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 Пол закончился поздно вечером, пока пришел, пока поел, прилег, уснул, ночью что-то проснулся, в итоге утром стало поздно, сегодня иду гулять по Ростову. Кама Сутра, Кама это бог секса из-под Перми, а Сутра это бывшая Патра. Я уж не думал, что такое все еще существует, такое я видел в Грузии, в Тбилиси, подобные развалы. Нормально, нормально все, все нормалек. Руку всяко, вся чмель, для себя. Да, 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 да. К рынку, не пожаловаться больше. Как сейчас не перебудут? Работаешь только на трамвае, приезжаешь со светами к своей дали на трамвае. Красивый храм, рядом приезжают мега-современные трамваи. Кубичи. Нормально. А это уже Соборный переулок, одна из главных пешеходных улиц Сутрова. Соборный, потому что главный Соборский попал в центрального рынка. Попытаем. Соборный переулок пересекает улицу Большая Садовая. Как вы знаете, Большая Садовая это ростовский Бордвей. По ней мы еще пройдемся, но пока пойдем в парк имени Борького. Главная проблема в России это парки. В парках ничего интересного не делают. Какую-то эту торговлю выставляют вагончики непонятные. Все так и невкусно, дорого, пресно, даже сказал, и неинтересно. Руководители по благоустройству смотрят одни и те же проспекты, в которых, говорится, надо все заместить как можно большим количеством плитки простой, бехотоном. Будет вам счастье. При этом какие-то появляются, типа вот лавочка. Ну, лавочка симпатичная жердина, но на этот явно не вписывается. Зачем ее надо было ставить, не знаю. А здесь в то же время есть такой вот симпатичный зал уличный со сценой, где можно что-то проходить, проводить. Сохранились как царские домишки, так и советская эпоха. И современные новоделы, конечно, тоже поставили. Но я не скажу, что они прямо отторгают. Чем дальше от центра, тем больше типового жилья. Пещевочки, беженки, все на свете. Пошли современные многоэтажки. Не так далеко не от центра. Огромные, конечно, какие-то махины. Вот я и подошел к концу Соборной улицы, Соборного переулка. Во всех справочниках пишут, что там это одна из главных достопримечательностей города. Ну, на самом деле, сусуходная часть очень короткая. Очень короткая, чрезвычайно короткая. А все остальное это обыкновенная улица со зданиями. Здания в основном какие-то правительственные, либо офисы, школы, жилые дома. Слушайте, скверики в южных городах какие-то странные. Они, знаете, на что похожи? На кладбище тоже южное. Стоят заборчики. Долгом. Тут, не дай бог, никто ничего не вытоптал. Стоят лавочки. И люди на них сидят. Как будто пришли к своим близким. И вот цветочки растут, розы. А это район центрального города Леницы. Рядышком от Чужики номер 5. Минского государственного университета. Педагогического, по-моему. Куча студентов. Такое объемное место для курения. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Около улицы Ворошилова. Проспекта Ворошилова. Пошло прям настоящий европейский город. Чуть-чуть привязать и не отличишь. Проспекта Ворошилова. Это как улица Малышева в Екатеринбурге. Только в Екатеринбурге уже автомобили с улицы убрали. А здесь они еще пока стоят. И снова большая садовая. В день 150-летия со дня рождения Энгельса. Представляете, забыл Фредрих? Или кто он? Или Фридрих? Немецы. Фридрих, значит. Большая садовая это следующий наш этап прогулки. Улица сразу видно, что очень нарядная. И здесь полы населены в одном стиле. Слушайте, в моем родном городе маленьком уже сделали, что светофоры работают таким образом, что пешеходы все вместе дружно переходят куда хотят. А в таком большом Ростове до этого еще не додумались. Мне так нравится, у власть имущих мужиков обязательно есть водители, которые себя тоже чувствуют. Такими же власть имущими, крутыми чуваками. Ростов. Я поехал сюда так, скажем, случайно, дешевые билеты. Все как обычно, схема прежняя. Вообще от южных городов мало чего ожидаешь. Потому что там, не знаю, Краснодару, Геленджику, Новороссийску. Города неплохие, но как бы бывают и лучше. И Ростов тоже не думал, что здесь будет что-то такое интересное и прикольное. Но Ростов удивил. Знаете, он нас удивил в первую очередь своей, как говорят, душевность. Но душевность-то она от людей. Я как бы с людьми не очень тут общался. А именно очень уютный, уютный город. Прям, я бы даже сказал, европейский город. Немножко, конечно, благоустройство где-то хромает. Но это же такая ерунда, оказывается, к большому счету. Вот тут огромная площадь. РЖД. Вечный огонь. Все чудеса. Огромное чертово колесо. И прилетаешь с первых минут, попадаешь в красивый аэропорт. Очень красивый аэропорт. Наверное, один из самых красивых аэропортов России. А дальше все по-ростовски. Тебя везет уже пазик в город. Приезжаешь в город. Вокзал. Все чисто. Но при этом автовокзал, допустим, весь такой растрепанный. АЖД вокзал красавец. Причем он красавец уже много лет. Лет 20 уже он такой стоит. Дальше начинаешь по городу передвигаться. Тут есть и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. Метро только нет. Но я думаю, что оно здесь не нужно. Трамваи новенькие, красивые, низкопольные. Все к чемпионату мира как-то попытались сделать. Где-то видно, что есть недочеты. Где-то что-то изнашивается, и не вкладываются дальше деньги. И вот идешь ты по каким-то улочкам. Допустим, улочка Станиславского. И там вот такие элементы социальные всякие. Бомжи. Криминалитет какой-то ходит. Матерящиеся чуваки. Вот так, знаете, ну ты как бы чувствуешь, блин, это прикольно. Это прикольно, это нестандартно. И при этом это все в такой атмосфере, где плиточка лежит. Дома чистенькие, красивые. Магазинчики работают. И тут же вот какие-то развалы. Есть стадион футбольный. Самый худший, по моим ощущениям, из тех, что я был. У нас в России не так много был, кстати. Но показалось, что он не самый такой хороший. Но при этом атмосфера на стадионе. Люди, как они поддерживают команду. И ты прям заряжаешься этой энергией. И мне это очень понравилось. То же самое с отелями. Отелей. Дешевых отелей масса. Вообще вариантов, где остановиться. Даже есть Маринс Парк Хотел, который обычно чуть подороже. 1200 рублей. Вот даже просто приехать сюда на уикенд, мне кажется, очень здорово. И есть еще такой момент интересный. Рядышком куда съездить. Вот есть видео у меня из Таганрога. Есть Эмиржанский маяк. В Азов можно съездить. Есть Ейск. Есть Станица Новочеркасская. В общем, масса мест, куда можно скататься. И я думаю, что этого с лихвой хватит для посещения города. Ну и самое главное, культура. Вы знаете, вот допустим, Екатеринбург. Это рокеровская такая столица, где там рокеры. Крутые музыканты. Агата Кристи хоть из Азбеста, но все равно это все оттуда. А здесь рэп-культура. Там юго-восточная Европа, земля зеленого укропа. Баста Каста, я кстати раньше их путал. Поэтому здесь есть что делать, есть что смотреть. Здесь очень уютно и тепло. Тепло самое главное. Вот сейчас дождик идет. Тепло не только телу, но и душе. Поэтому обязательно сюда приезжайте. Здесь здорово. Знаете, почему Ростов папа? Потому что Ростов всегда был очень криминальным городом. Очень криминальным городом. Много денег было. Был порт. Завозили различные товары на десятки миллионов рублей. В разное время. И вся, конечно же, и мелкая шпана. Мелкие бандиты. Крупные криминальные авторитеты. Стремились сюда попасть. Стремились сюда попасть. И здесь свои навыки оттачивать. И очень много было бандитов. Разного уровня. Повторюсь. И когда их полицейские хватали. Они говорили. Одесса мама. Ростов папа. Ну типа кто ты такой? Вот отсюда и пошло. Ростов папа. Ростов не весь, конечно, такой прям красивый и изящный. Есть здания, которые подразваливаются. Это самый центр города. Рядомшка администрация. Мне кажется, в России существует большая проблема с видовостями. Когда кто-то кому-то дает разрешение на установку, допустим, табло. Почему они не подумали, что пропадет вид на стадион? Ну, понятное дело, там какие-то руины стоят. И скорее всего там что-то построят и мы вид на стадион потеряем. Но на данный момент зачем ставить табло? Тут какая-то беда произошла. Что-то сгорело. Сгорел домик. Устанавливать его никто не хочет. Скорее всего поставят что-то подобное. Причем новая строительство так себе в Ростове. Тоже вот так в прошлом в каком-то задержались. Вот лучшие места на берегу Дона, да? Премиум стиль. Но это не премиум уже стиль. Это стиль, я не знаю, там, с 2012 года. Так, а вот и набережная реки Дон в Ростове. Тоже путеводители говорят, что надо ее обязательно посетить, прогуляться по ней. Ну, давайте прогуляемся. Есть ощущение, что она меня ничем не удивит. Может потому, что я в последнее время очень много набережных видел. Пока все по стандарту. Гранит. Убогие детские площадки. Ну ладно, не убогие. Просто они какие-то исторические. Такие вот цветастенькие, неинтересные. Лялька может интересна, большим детям уже нет. Набережная в Ростове хоть и очень простая. Гранит, травка, лавочки. Но вообще ничего лишнего. Мне это нравится. Гораздо лучше, чем нагрузили бы какими-то пошлятиной, какие-то памятниками непонятными. Памятники тоже есть. Рядышком стоят корабли. Вот такие вот даже корабли. Вот он смотрится таким здоровым, мощным кораблем. На самом деле, да, это всего лишь какая-то посудина. Кстати, около набережной тоже могло быть очень интересно. Находятся парамоновские склады знаменитые. Они в ветхом состоянии уже теперь. Вот там вот красные крыши, да, они... Кстати, на месте местных властей я бы вполне задумался из парамоновских складов сделать какие-нибудь купальни. Все цивильно было, все аккуратно, чтобы никому на башку кирпич не падал. Почему бы и нет? Общественное пространство было бы чудесно. Прямо на самом берегу Дона. Набережная красивая. А тут еще и купальни. Ну, понятно, что они были бы платные. Я думаю, что людям бы понравилось. Очень часто здания старинные не используют в современных нуждах. Их там реставрируют, ремонтируют, закрывают, делают бесполезные музеи. Мне вот такой подход не очень нравится. А вот если бы в современном мире, под современные бы нужды его бы как-то подделали. Парамоновские склады. И их строили по уму. И источник здесь изначальный был. Его использовали для охлаждения территории. Сладов. Люди летом здесь отдыхают, купаются. Раньше были ванны. Прямо вот здесь внутри. Здесь ванна была. Но в итоге решили, что надо сделать такую вот некрасивую трубу. И она уже уводит в водичку. Ключ пробился в двух местах. И вот в местах он ходит наружу. Минуты наружу. Их мой уехал. Их не повернул. Не знаю, чего они тут ловят. Ничего пока никто не поймал. Ни одной рыбины. Ни одной. Столько рыбаков, сколько я гуляю. не одна и она уходит приспортован огромный теплоход петр чайковский не на огромный я думаю что огромный возможно и очень огромный ну конечно поражает что дом может себе позволить такие дешевлести в виде таких теплоходов огромных хорошо к нему снизу конечно конструкция потрясает построили в шестерном году вот монстр очень высоко он находится охренеть не встать лесенка больше всего мне нравится фангус конечно то его фангус он очень сильно заботился мамок с коляска и об инвалидах дыма все дыма смазать потренировать здесь все окей какой-то штука типа ажар 23 качал здесь припаркованы прогулочные катерки но они не работают все пандемия все захватило набережная стала чуть симпатичней даже не чуть а привычнее набережная конечно короткая тут можно было очень сильно постараться сделать по длине всего города набережную чуть дальше прошли и все папа одинокий самокат стилит самокат стилит ребенка нет лишь бы он туда не упал туда и тут уже тяпского пароходство какое-то пахнет льдой кафешки значит и рестораны а все пароходы которые делают круизы по дону пришпортованы всего их по моему 10 штук я залез на сайт пароходство пока вот прекратили они свои заплывы набережная подходит концу и здесь вот и есть небольшой скверик причем видно что он сделан был до вливание чемпионат мира проведение чемпионата мира потому что лежит старая еще плитка скверик очень уютный красивый очень приятный скверик знаете когда я смотрю на ростов и дону у меня появляется грусть за краснодар действительно если бы деньги и деньги а чемпионат мира если бы дали в том числе краснодару нет не тому же саранску то там было бы совершенно по-другому дабы валили тоже огромные деньги прям чувствуется что здесь было ввали на очень много в ростове краснодару не повезло хотя очень футбольный город и мне кажется он заслуживает и какая была бы транспортная доступность за сочи краснодар ростов и вообще футбольные события были бы и самое главное что футбол то играют в этих городах любите ценят его но наши власти подумали зачем-то валить в саранск саранск это жопка так скажем кто будет саранска не обижайтесь построили там стадион на 45 тысяч зрителей хотя сам город там 300 что ли тысяч четыреста маленький решили так скажем малый народ от счастливить подъем вверх с берега идем в центральную часть города полиция здесь флаг украины незалежный консульство да реальное консульство украины в ростове ну все моя поездка заканчивается в ростов снова иду на автовокзал не буду искушать судьбу пробовать сесть на остановке на 700 автобус сяду прям на автовокзале он должен стоять уже ждать подправление